Сложное администрирование – одна из насущных проблем малого и среднего бизнеса, заявляют на протяжении нескольких лет предприниматели. Это озвучил на сегодняшней пресс-конференции президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускинбаева. По её словам, действующие налоговые ставки демократичны и доступны, однако в самом налоговом кодексе есть пробелы и противоречия, которые нужно менять. Иначе часть мелкого бизнеса закроется, либо уйдёт в тень. «Со стороны бизнес-сообщества мы неоднократно обращались в Министерство экономики и финансов к правительству Кыргызской республики, к президенту о том, что необходимо упростить администрирование, налоговое администрирование, особенно для малого и среднего бизнеса. И, наконец, наши обращения услышаны, и мы надеемся, что к сентябрю мы увидим значительные послабления в части администрирования именно для МСБ. С тем, чтобы малый и средний бизнес, в основном малый, не боялся выходить из тени, не боялся платить налоги, сдавать отчёты, чтобы это не было для них какой-то китайской грамотой». Как рассказали Министерство экономики и финансов, после многочисленных обращений бизнеса сократить налоги и объединить несколько видов отчислений в один, рабочая группа решила изменить действующий кодекс. Планируется, что законодательный акт начнёт действовать с начала следующего года. «Создали в рамках межведомственной рабочей группы шесть модульных подгрупп. По всем шести модульным подгруппам поставлены задачи. Утверждена дорожная карта по разработке новой редакции нового кодекса. И мы планируем завершить полноценную разработку новой редакции нового кодекса с сентябрю текущего года с тем, чтобы успели обсудить и с широким населением и провести этот законопроект через Джулар-Куркенеш». Заместитель бизнес-омбудсмана Нурлан Мусоралеев отметил, что предприниматели часто жалуются на необоснованные проверки правоохранительными и фискальными органами. По его словам, из-за противоречий в действующем налоговом и уголовном кодексе бизнес терпит убытки. Начисляются неправомерные налоги. «Толкование коллизий, пробелов и противоречий в законодательстве. Сегодня, к сожалению, исключающую и исчерпывающую объяснительную базу никто не дает. Вот здесь, я не знаю, надо бы, наверное, подумать. И все-таки, может быть, соответствующий государственный орган, который полномочен в этом направлении вести свою деятельность, либо соответствующий комитет Эдуард Кукинеша, должны давать исчерпывающую информацию. Почему? Потому что сегодня очень трудно найти, так скажем, истину». Стоит отметить, что действующий налоговый кодекс был принят в 2008-2009 годах. За это время в него было внесено много изменений и дополнений, но он так и остался далёким от идеального. Однако рабочая группа проанализировала, что налоговая система Кыргызстана на всём пространстве СНГ и ЕАЭС наиболее либеральная и современная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова